Когда больше 35, тебя волнует время возможных болезней, с помощью часовой магии, на третьей минуте этого видео, ты уже не чувствуешь лечебные свойства часа, и справишься в нецеплодобии. Первый совет эзотериков – это часовая терапия. Чтобы излечиться, нам потребуются механические часы, желательно с магической историей. Переведите стрессы на три дня назад. Над человеком произнесите цыганские магические слова. Итак, приступим. Время назад и недуг назад. Недуг назад, туда, где клад. Клад немой, а болезнь тут. Да будет так, 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 чтобы усилить эффект, да бац. Вселенная меня услышала, и я благодарю ее за это. Очень хорошо, если вы после магических слов прослушаете аудиозапись тиканья часов на определенной лечебной частоте не менее трех минут. Когда завод часов истощится, пусть их заведет тот, кто болеет. Легкая болезнь отступит, а тяжелый за методом ход своего действия. Виной недуга являются энергетические нарушения в теле человека, которые возникают из-за потери человека в связи со своей душой. Поэтому обязательно нужно восстанавливать свои вселенские потоки. Одним из методов предвидения лечения болезни является предсказание по часам. Часы являются провидцами и заглядывают в будущее. Внимательно подумайте, чего вы хотите достичь и как чувствовать себя. Посчитайте, сколько месяцев отделяет вас от вашей мысли. Сделайте столько полных оборотов стрелок на циферблате, на сколько месяцев вперед вы хотите заглядывать. В это время вы должны всецело погрузиться в свой вопрос и направить всю энергию вашей мысли во временной поток. Благоприятным для проведения ритуала считается время переснятия. Оставьте ваши часы в комнате, в которой вы спите. Чем ближе они к вашей кровати, тем точнее вам передастся истина. Ответ на вопрос придет к вам во сне. Будьте внимательны к этому сну. Старайтесь заполнить ваши ощущения. Помните, часы не дают прямого ответа. Они могут только направить вас к правильному потоку мысли. Ритуал можно повторить, если с первого раза получить ответ на вопрос не удалось. Это очень популярная кроме саксонской традиции в период Средневековья. Теперь, как и обещал, я хочу приоткрыть вам завесу тайны и подарить знание, которое поможет вам при недуге. Чтобы всегда успевать в лечении и делать все задуманное, носите ваши часы на левой руке. Тиканье часов воздействует на чакру Младхара и энергетически ускоряет ритм нашей жизни. Вы начнете двигаться быстрее и все успевать. Этим методом часто пользуются научные деятели и философы. В комментариях под видео я также оставила для вас лечебные часовые частоты. Подписывайтесь на наш канал и будьте здоровы! Субтитры сделал DimaTorzok